Там, где жизнь действительно зависит от одного градообразующего предприятия, нужны новые инвестиционные проекты, которые стимулируют диверсификацию этих территорий. Я подписал решение по еще 19 новым территориям опережающего развития. Суммарно мы рассчитываем, что за ближайшие 10 лет это решение позволит привлечь порядка 160 миллиардов рублей инвестиций. Благодаря этим проектам должны быть созданы почти три десятка тысяч новых рабочих мест. По сути, это льготное налогообложение и благоприятный климат для привлечения новых инвестиций в города, где, как правило, существуют крупные предприятия. Общее число моногородов со статусом ТОРа к концу 2018 года должно приближаться к 100. Других способов активизировать деловую жизнь в этих территориях нет. Мы, конечно, будем избирательно относиться к использованию такого рода инструментов. Надо обеспечить, чтобы туда пришли именно живые инвестиционные проекты. Это в значительной степени работа самих губернаторов, руководителей соответствующих муниципальных образований. Организационные правовые решения для этого мы приняли. Чтобы продемонстрировать все возможности, теперь необходимо использовать ресурс местных властей. По комплексному развитию Дальнего Востока нужно не просто догнать по показателям социального развития другие регионы страны, но и по возможности выйти на лучшие цифры. Для выполнения этой задачи регионы Дальнего Востока готовят планы социального развития. 100 предприятий уже сдано. Это 121 миллиард рублей частных инвестиций, 85 тысяч рабочих мест. Сейчас приступаем к созданию условий для жизни людей в центрах экономического роста. Таких центров достаточно много, 44. Во всех этих территориях надо построить школы, больницы, детские сады. На сегодняшний день от обына 199 приоритетных объектов на общую сумму 55,70 миллиарда рублей. Деньги на эти цели зарезервированы, поэтому задача преимущественного развития и экономики, и социальной сферы Дальнего Востока является, безусловно, актуальной на будущее. Многие семьи хотели бы жить в собственных домах, которые построены из современных экологически чистых материалов. Это серьезная покупка, на которую требуются значительные средства. Я подписал постановление правительства о субсидировании в текущем году ставок по кредитам на покупку деревянных домов заводского изготовления. Это означает, что фактически для покупателя в 2018 году эта кредитная ставка уменьшится на 5%. Мы в бюджете заложили 197 миллионов рублей. Это позволит приобрести людям порядка 2,5 тысяч домов. Для понимания, значит, есть ограничения. Максимальная сумма кредита составляет 3,5 миллиона рублей, и кредит может предоставляться для покупки домов у предприятий с минимальным оборотом не менее 200 миллионов рублей. По идее, так сказать, эта ставка должна ниже 10% опускаться, потому что, ну, понятно, что по потребительским кредитам ставка чуть выше, чем, например, по кредитам для банков, но, тем не менее, все-таки и она должна в перспективе снижаться. В общем, ваше условие, что мы без залога, а здесь, когда банки не берут залоги, как у нас, физически. Я подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля. Мы это делаем по закону каждый год. В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 миллиардов рублей. Индексация коснется приблизительно 4 миллионов человек. Кроме того, будут повышены некоторые другие выплаты, размер которых зависит по закону от индекса роста социальной пенсии. Это касается отдельных категорий пенсионеров. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова